привет полуношники представляете вот так вот уже после заката после заката мы решили стартануть в москву и погулять честно говоря по в подольске негде гулять ну это действительно так там ну вот так грустно серый город вот поэтому мы решили приехать в москву думали поехать сначала туда куда-то по центре и но потом вспомнили точно мы же ходили в остров мечты здесь в парке вообще не погуляли поэтому мы сегодня справим эту ошибку и будем сегодня гулять здесь да да про сам это зала замок анти замок я не знаю посмотрите выпуск я оставлю ссылочку описание а будем пока вот так здесь вечерочком наконец-то прохладно и можно действительно действительно подышать здесь аномальная жара стоит прям дрынь дец в общем лайки ставьте пишите комментарии и пойдемте гулять вот он замок замок остров мечты здесь есть центральная аллея мы сейчас тоже пройдем потому что пока доехали в туалет охота пойдем туда в туалет не на чем это же люди еще настенка захотела молочный коктейль поэтому сейчас еще и молочный коктейль купим вот смотрите красоты здесь так светится это мы внутрь внутрь собственно зашли здесь так красиво коктейли нарулили теперь идем гулять но самое главное что в этом выпуске будет не только прогулка здесь по парку здесь будет очень много всего интересного не только сегодняшний вечер по мне идите вы чё все пьёте дайте мне дайте вы молите тебе еще нельзя сыночек но очень хочется сказать что вечером здесь очень красиво прямо прикольно вот так вот видите здесь бассейны такие с подсвечивающимися фонтанчиками с этой стороны возле надписей музыкант устанавливают аппаратуру сейчас видимо будут играть различные фудкорты есть даже и схема парка ее можно посмотреть ознакомиться что здесь вообще в целом есть есть южный парк и есть северный парк мы сейчас как раз в южном ходишь мирошка тык-тык-тык-тык-тык-топ-топ-топ пойдем да там бассейн и показывает смотри папа там бассейны все светится там пойдем пойдем сынок наш маленький пешеход почти дошел до бассейна прикольно вот про что я говорил так все подсвечивается здорово не знаю глубину близко нейроны главное не подпускать такие здесь есть сидучки прикольненькие можно перейти в солнечную погоду позагорать так свой пешеход да да мы его нашли вот так он выглядит сейчас пробую подойти чуть-чуть поближе на сеанс полдесятого все билеты проданы можно конечно вот зайти и собственно туда посидеть а можно будут вот стать по деревне и посмотреть фильм все достаточно хорошо видно как вы думаете чем мы занимаемся правильно мы смотрим фильм вот так вот правильно зайцами какая здесь большая стильная площадочка таких очень нежных тонах но я думаю что вам вряд ли сейчас передается потому что у нас уже очень очень темно но мы по-прежнему здесь площадка не просто стильная она еще и огромнейшая посмотрите сделано в виде корабля смотрится очень-очень здорово типа маленький корабль а вот это вот это большой только мне подошел играет папа там такая горка мощная прям резко 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 иди попробуй в итоге вот поехал и поехал я ладно начал ради он ухю я вот это я упал да ты чё отходите ничего нагулялись да все двигаемся домой спок в подольске стоит такой сильный смог из-за пожаров прекрасная погода где-то там мои гуляют а я пошел завтракать и работать вкуснота доброе утро я конечно честно говоря немножко в шоке потому что вот на 19 августа было назначено я кое-как дозвонился я не знаю наверное час времени потратил для того чтобы все таки понять где мои документы в итоге неизвестно где мои документы но они там едут куда-то там в голицынский суд на какой-то там участок на 159 что ли вот туда дозвонился у них этого дела нету говорят ждите скорее всего на следующей неделе уже будет уведомление когда будет суд короче на самом деле полнейшая засада что с этим делать даже не знаю что мне пришло вы себе даже не представляете пойдемте покажу и семья смотрите что принес помните когда вы были в анапе помните когда мы ездили в смоленск ребятам казалось бы причем здесь анапа и смоленск так вот тогда когда мы были в анапе нам пришел автомобильный холодильник от компании китфорд это очень крутая вещь которая нам помогает сейчас путешествовать на мирович причем здесь смоленск когда мы ездили к ребятам смоленская мы прожили у них несколько дней и у них был пылесос робот-пылесос это та вещь о которой мы очень давно мечтаем который нам точно упростит путешествие мы очень много снимаем квартир у нас много детей они едят сами знаете что такое покормить ребенка и всегда дома есть крошки пока мы жили в смоленске мы запускали пылесос он все дело всегда было чисто и вот наконец-то у нас есть свой робот пылесос распаковываем и снова магнитик так это пока нам не нужно внутри коробки у нас вот такую штучку которую даем мирону чтоб он играл на держи и сам пылесос какой красивый класс первый коробки у нас идет пульт и здесь идет заряд во второй коробке идет заряжение специальная подставка куда он будет заезжать ну и собственно сам пылесос здесь собственно вот эти вот кисточки которые будут видимо крутиться пылесосить а здесь щетка это видимо веник если чё-то не запылесосил надо будет подместить здесь сенсорная панель и здесь это видимо ящик который здесь вот такой контейнер стоит фильтр здесь комплекте вот идет тряпочка собственно он будет и мыть вот здесь он будет пылесосить а вот сюда вставляются эти щетки ну-ка тёма вставляй и родик помогает включился посмотрите какая красота теперь надо изучить инструкцию пылесос не только подметает но и мой но если вам не нужна влажная уборка этот моющий модуль можно просто отстегнуть и убрать что касается самого модуля вот сюда вот прям наливается водичка и вот этой тряпочкой моются полы давай а управляется он пультиком ну что первый запуск пошел кто номер он оп не ударил очень классно не бьет а увидел нет что это кто это мир он кто это да иди догоняй вы поняли интересно а не только детям а еще и взрослым на самом пылесосе есть 3 сенсорных кнопки вот это означает локальная уборка вот это запустить остановить а вот эта кнопочка вот это означает вернуть пылесос на базу смотрим классно а на самом пути еще больше функций например здесь можно активировать вот этой кнопочкой активировать уборку вдоль плинтусов то есть вдоль стен как же мы рады что у нас появился в нашей семье новый друг который будет нам помогать в уборке вы себя даже не представляете ребятки как всегда я про вас не забыл и у магазина китпорт я попросил для вас скидку в 25 процентов на покупку любой техники ссылочку я оставляю в описании обязательно переходите выбирайте и заказывайте дай что с хорошими новостями серьезно можно поздравлять настен иди сюда родила да мы сейчас с вами доедем до гаража я кое-что расскажу я совсем забыл рассказать а вы мне в предыдущем выпуске напомнили мол типа славян так и не рассказал чем вообще вышло по цене за то рассказываю я показывал что я приобрел себе резину это значит не новая бэушная зато мишлен здесь даже еще вот эти усики остались она обошлась мне очень дешево на самом деле всего лишь три тысячи рублей за комплект ту резину нужно было менять потому что сильно повело далее мне поменяли масло свеженькое естественно заменили фильтр масляный заменили фильтр топливный заменили фильтр воздушный вот здесь все это дело находится также перед тем как забрать женя мне долил немножко антифриза и долил тормозную жидкость еще мне заменили опору опора старая сгнила и заменили поставили новый шрус старый учитывая что мы ездим очень много старый свое отжил лопнул пыльник из-за этого даже была небольшая вибрация в руле при разгоне совсем забыл сказать что мне же еще сделали развал схождения что касается цен давайте за сами работы тут получается замена подшипника шруза комплект шиномонтажа замена передних тормозных колорегулировка развала замена масла так до этих фильтров все вместе вышло на 12 тысяч рублей что касается запчастей фильтры масло на топливный воздушный опорный подшипник масло моторное масло моторная шрус колодки передние все это дело вышло на почти 30 тысяч рублей на самом деле мне повезло с точки зрения шруса потому что ценник на него оказался маленький так они в районе 10 тысяч стоят вот забрали грубо говоря последний вот и по очень низкой цене но собственно и все ну и плюс резина 3000 зачем я приехал в гараж для того чтобы не достать мою коробку техники для чего техники сейчас расскажу это коробка моей техники здесь всякие вот коробки а пд-шки это кстати новый адата жесткий диск к сожалению на третий день просто перестал работать всякие наушники корпус apple вот че коробки куча коробок от айфонов здесь также лежат куча айфонов мы никогда не продавали айфоны свои мы почему-то вот просто убираем коробку и они лежат там даже есть зацепил даже есть под вставлять вот такая штука короче их тут очень много это гупро х и то что мне нужно взять это от нашего любимого дрона да 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 мы продали наш дрон его приобрел у нас наш зритель наших подписчик поэтому нужно ему отдать естественно все мы покупали комбо набор абсолютно новые как они защита на лопасти также здесь он все наклеечки всякие проводочки короче куча куча всего здесь в этом комплекте приехал в банк приду оплачивать свой грустный штраф за то что уехал типа с места дтп ну помните да эту историю с шашлак бамом тут у нас сегодня африка в общем штраф я оплатил сейчас кто-то начнет писать по чуть-чуть из положения не может и так далее на самом деле просто я хочу в суде показать что я побыстрее все оплатил что нормально мне вообще нет штрафов вот поэтому через банк чтобы они мне дали чек она тоже удивилась говорит ничего себе вас наказали ну вот как-то так да уж распаковывать не упаковывать но все же птица пролетала с нами почти три года поэтому нужно обновляться осталось за малым это выйти своего профиля смотрите за все это время я на и летал 29 часов 264 километра и был совершен 281 полет все упаковал как новенький у меня даже еще чек сохранился о покупке идем отправлять бегу сейчас отправлять дрон и честно говоря грустно грустно потому что это было не просто птица это была наша любимая птица которая с нами была во всех путешествиях взлетала и было единственное единственное только падение мы очень любили надеюсь что новому хозяину а это наш зритель наш купищик будет служить так же как и нам а трона осталось только лишь квитанция что я отправил но ничего как говорится не расстраиваемся потому что совсем на днях где-то в следующем видеоролике мы приобретем новый дрон и будем распаковывать у нас он к этим временем делает овощи вот так вот в большом таком в казане для плова овощной рогу будет наполнил модуль с водой попробуем его пристегнуть и запустить давайте посмотрим сколько он собрал мусора пока он здесь катался опа так вот так достаем контейнер собственно здесь фильтр ну-ка обалдеть ничего себе представляешь а его даже не видно да смотрите вот так вот сбоку так ну ладно дружок окей теперь иди помой все это дело а вот смотрите он прошелся и вот она мокрая полоса полы он оставляет не сильно мокрые такие чуть-чуть слегка прям даже влажноватые вот вроде вчера убирались мыли полы посмотрите сколько он собрал пыли прошелся там где-то под кроватью где-то еще что-то плюс помыл и вот так вот все плюс вот в этом контейнере еще сколько да вот так вот вот такой вот выпуск у нас сегодня получился как вам пишите комментарии обязательно этот выпуск поддержите лайком и желательно репостом если несложно сделать репост я буду с вами прощаться увидимся с вами в следующем видеоролике совсем скоро возможно завтра я пошел спать ну а наш новый друг китя погнал работать вот 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 Продолжение следует...